Всем привет! С вами Олеся на канале Готовим Дома. Многие любят яблочные пироги. И сегодня приготовим мой любимый насыпной яблочный пирог, который называется 3 стакана. Готовлю насыпной пирог уже более 10 лет и нашей семье он совсем не надоедает. Рецепт пирога очень быстрый и нехлопотный. Все ингредиенты простые и доступные, а получается ну очень вкусно. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять. Подписывайтесь на канал и начинаем готовить яблочный пирог. В миску насыпаем стакан муки, стакан манной крупы и стакан сахара. Объем моего стакана примерно 300 мл. Добавляем ванильный сахар для аромата и разрыхлитель. Хорошо перемешиваем сухую смесь при помощи венчика. Яблоки моем, чистим и трем на крупной терке. Для насыпного пирога яблоки обязательно должны быть сочными, так как яблочный сок должен хорошо пропитать сухое тесто. У меня яблоки Антоновка, она как раз кислая и сочная. Для этого рецепта пирога просто отлично подходят. Антоновка быстро темнеет на воздухе, но на вкусе это никак не отражается и в готовом пироге яблочки приобретут красивый карамельный оттенок. Теперь собираем пирог. Берем форму, у меня разъемная форма 27 на 17 см и высотой 7 см. На дно формы равномерно нацепляем слой сухого теста. Сверху выкладываем слой тертых яблок. Снова посыпаем сухим тестом и кладем следующий слой яблок. Таким образом чередуем тесто с яблоками до верха формы. Сверху выкладываем слой тертых яблок. Сверху пирога трем охлажденное сливочное масло. Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем пирог примерно 50 минут до красивого золотистого цвета. Наш насыпной яблочный пирог готов. Пирог получается ну очень вкусный. Сочные яблоки и сливочное масло хорошо пропитывают сухое тесто. И пирог получается просто изумительный. Обязательно попробуйте, друзья. А ваши впечатления я буду ждать в комментариях. Благодарю вас за внимание, дорогие мои. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и сохраняйте рецепт закладки. С вами была Олеся на канале Готовим Дома. Скоро увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok